Абитуриенты завершили сдачу внутренних вступительных испытаний в Казанском университете. Первая волна и единственная по общему конкурсу, мы принимаем согласие о зачислении в этот конкурс до 11 августа и приказ о зачислении мы публикуем 17 августа. Финансовая пирамида, как не попасть в ловушку мошенников? Современные финансовые пирамиды очень часто вообще стараются быть минимально публичными. То есть они стараются распространять информацию о себе и привлекать вкладчиков не публичным способом. Всем привет! В эфире Универ Ньюз со студией Елизаветы Никитина. Ректор Казанского университета Ильшат Гафуров встретился с руководителями основных структурных подразделений и заведующими кафедрами. На очередном рабочем совещании обсуждались вопросы, касающиеся текущей деятельности университета. В Казанском университете прошел последний резервный день сдачи внутренних вступительных экзаменов по программам бакалавриата и специалитета в рамках общего конкурса. На сегодняшний день в Казанский университет подано 90 тысяч заявлений. В течение трех дней их количество может возрасти. Уже 29 июля в 18 часов завершается прием документов. Поэтому публикация конкурсных рейтинговых списков на порталах вуза будет объявлен 2 августа. В топ институтов по-прежнему входят Институт фундаментальной медицины и биологии, Институт международных отношений, Институт управления экономикой и финансов и Институт психологии и педобразования. Первый приказ о зачислении – это нулевая волна, это целевая квота, льготный конкурс и зачисление без вступительных испытаний. Это 6 августа. Второй приказ – первая волна и единственная по общему конкурсу. Мы принимаем согласие о зачислении в этот конкурс до 11 августа и приказ о зачислении мы публикуем 17 августа. В резервный день вступительных испытаний проходит около 500 человек в бочном формате и дистанционно по различным направлениям подготовки. Сейчас почти каждый абитуриент может оценить свою позицию сил поступления в вуз на конкурсной основе. Абитуриенты, которые четко понимают, что не могут пройти на бюджетные места, имеют право воспользоваться образовательным кредитом. Партнером КФУ является банк – это Сбербанк. Обратившись в Сбербанк в любой офис, вы сможете сказать, что поступаете в КФУ и вы получите полную консультацию. Процент по кредиту на данный момент составляет 3%. Итоги вступительных экзаменов будущие студенты могут посмотреть в личном кабинете, а также в конкурсных списках. Стоит отметить, что в этом году в списках нет фамилий, но есть номера СНИЛС или Айди-анкета в системе абитуриенту, по которым поступающие могут найти себя. Энджа Миньбаева, Хафиз Гараев, Универньюз. Выпускница Института психологии и образования КФУ Алия Егафарова выиграла гранд фонда «Фулбрайт» – крупнейшей международной обменной программой в области образования. Она вошла в число 30 россиян, получившихся в престижную стипендию. О возможностях получения магистрского образования по грантам за границей Алия Егафарова узнала во время обучения на третьем курсе в КФУ. И стала готовиться. Участвовала в конференциях, проводила исследования, писала научные статьи. К окончанию учебы в университете в ее портфолио были уже 10 статей, опубликованных в научных журналах. Наверное, самое основное отправное было то, что я поняла, что это возможно, что возможно учиться по границе, в магистратуре, бесплатно, по грантам. И это осознание мне дало силы как-то в этом направлении двигаться, изучать. Я узнала, что нужно, что, например, если у нас в российских университетах, чтобы поступить куда-то, нужно хорошо сделать экзамен, у них смотрятся в первую очередь на мотивационное письмо, на портфолио, на какие-то достижения, публикации и так далее. Почему количество финансовых пирамид в последнее время увеличивается? И как не попасть на удочку мошенников, обещающих огромную прибыль? О системе обмана и не только смотрите далее. Желание быстро и много заработать, наверное, было у многих. Человек так устроен, что не перестает верить в сказку. Однако поймать на свою удочку мошенникам несложно даже состоятельного или состоявшегося человека. К сожалению, финансовое мошенничество не стоит на месте. Технологии финансового обмана прогрессируют и каждый раз появляются все новые и новые способы убедить человека вложить свои деньги. Так по каким же признакам все-таки можно распознать финансовую пирамиду? Во-первых, это нереально завышенные обещания. Обещания, которые, очевидно, не соответствуют нормальному уровню доходности по обычным финансовым инструментам. Второй момент, который должен насторожить, это наличие или отсутствие у компании лицензии или иного разрешения со стороны Центрального банка на осуществление той или иной финансовой деятельности. Любая финансовая деятельность, тем более связанная с привлечением средств от физических лиц, осуществляется исключительно по лицензии, предоставленной Центральным банком Российской Федерации. Есть ли у данной компании лицензии или ее нет, можно легко проверить на сайте Центрального банка. Там содержатся реестры всех лицензированных им организаций. Если компания лицензии не имеет, значит нужно задуматься о том, что в данном случае вы сталкиваетесь либо с откровенным мошенничеством, либо с каким-то серым рынком финансовым. Третий важный признак, по которому можно распознать финансовую пирамиду, это непрозрачность организации. Финансовые мошенники никогда не раскрывают смысл своей деятельности. Они не рассказывают, как они зарабатывают деньги, за счет чего они собираются выплачивать доходы вкладчикам, а также не дают никакой информации о руководстве и владельце организации. Современные финансовые пирамиды очень часто вообще стараются быть минимально публичными. То есть они стараются распространять информацию о себе и привлекать вкладчиков непубличным способом, то есть обращаясь индивидуально к человеку, распространяя информацию через социальные сети, избегая средств массовой информации. Стандартный срок службы пирамиды – несколько месяцев. Это время достаточно, чтобы охватить потенциальную аудиторию и при этом оставаться в тени. Как только пирамида становится слишком публичной или слишком заметной, она закрывается. Елизавета Никитина, Радмир Софиулин, Универньюс. В рамках празднования Дня российской науки в Казанском федеральном университете состоялся фестиваль студенческих объединений. До начала торжественной части мероприятия студенты представили презентационные площадки структурных подразделений вуза. Смотрим! Дать прогноз погоды с помощью метеолокатора, определить горную породу и освоить азы китайской письменности. Все это можно примерить на себе всего за несколько часов и погрузиться в самые далекие тайны многогранной науки в Казанском университете. Посетил интерактивные площадки и ректор Ильшат Гафуров. Так, например, студенты предложили ему расследовать преступления с помощью виртуальной программы. Данная программа позволяет найти механизмы расследования преступления, а также выдвинуть какие-то новые криминалистические версии. Также на одной из площадок было продемонстрировано студенческое конструкторское бюро, олимпиадный центр и учебно-научный центр имени Карпова. Кроме того, на мероприятии можно было познакомиться и с особенностями проведения хирургических операций. Было показано, как проводятся операции на сердце, как можно наложить шов на кожу, на некоторые другие органы. Один из наших кружковцев накладывал шов на сухожилие. То есть тоже достаточно очень интересно, всем было посмотреть. На площадке Института социально-философских наук и массовых коммуникаций Ильша Тагофурову предложили попробовать себя в роли журналиста и взять интервью у студента Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций Казанского университета. Интервью было проведено и записано командой студенческого телеканала «Универ ТВ». Завершилась встреча праздничным концертом, где Ильшат Гафуров в своем выступлении обратился к студентам, призывая их активно принимать участие в деятельности научных обществ, кружков и объединений вуза. Мы, если хотим, чтобы и о нашем периоде по истечении определенного времени говорили так же, что эти люди воспитывались в этих кружках и научных лабораториях, то мы должны все-таки примерно прийти к тем же цифрам, которым задействованы наши молодежи в творческих направлениях и спортивных направлениях. С помощью символической кнопки был дан старт перезагрузки студенческой науки в Казанском университете. Диана Шленкова, Виолетта Басова, Фариза Хитоглы, Универ Ньюз. На этом все. В студии была Елизавета Никитина. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!